Вы уж меня простите, но мне самому через зубы приходится делать то, что я сейчас делаю. Вернее, мне нравится собирать и обсуждать самое интересное, а через зубы с зажатым взглядом мне приходится смотреть слитые до релиза спойлеры, будь то скрины или видео геймплея. И все ради того, чтобы собрать побольше информации и чтобы вы могли получить представление о Fallout 4 еще до ее выхода. Первым, чем занялись BSSD после Skyrim, переработкой Creation Engine, добавив к нему отложенный рендеринг, основанный на физике. Новый модуль рендера позволил добавить в каждую игровую сцену больше источников динамического освещения, и в свою очередь это придало картинке реалистичности, включая отличие материала в игре и визуальный вид персонажей. В мире Fallout 4 полностью динамическая погода и смена времени суток, как и раньше, а после наработок Skyrim здесь все это будет выглядеть в разы круче, о чем говорят официальные настоящие ультра скриншоты, которые вы сейчас смотрите. Чтобы создать в игре невероятно красивую картинку, разработчики обратились к своим друзьям из Nvidia, с которыми они когда-то работали над шейдерами воды в Muravind. Весь процесс выполняется на вашем GPU, используя аппаратную тесселяцию, поэтому движение всех объектов в игре, включая эффекты и радиоактивную пыль, выглядят просто великолепно, объемно и динамично. По словам разработчиков, все эти методы рендеринга используются как на ПК, так и на консолях. Соответственно, когда начинается дождь, новая система материалов делает поверхности по-настоящему мокрыми, а программа симуляции ткани позволяет одежде, волосам и растениям шевелиться от дуновения ветра. Мы можем оказаться в любой точке мира в любое время суток, поэтому в Fallout 4 работает динамическая постобработка изображения, которая усиливает насыщенность цветовой гаммы и придает процессу максимальный эмоциональный эффект. Виртуальные камеры игры также улучшены, но обсуждать все эти изменения нет смысла, на все это нужно смотреть самому. А я лишь перечислю некоторые нововведения в последней версии Creation Engine, если вам нравятся технические подробности. Итак, у нас тут туман с ограничением по высоте, размытие изображения, специальные шейдеры для кожи и волос, кинематографическое сжатие динамического диапазона, локальное отражение в экранном пространстве, временное сглаживание, объемное освещение, физическое затенение с коррекцией по гамме и расчленение тел в реальном времени при помощи тесселяции. В общем, большинство из этих возможностей мне ничего не объясняют, но пусть за все это говорят сами скрины. Все эти технологии вписались в Fallout 4, чтобы обеспечить нам непередаваемые ощущения от игры вне зависимости от того, на какой платформе мы играем. Очевидно, разработчикам есть чем гордиться, ведь они успешная сплоченная команда, которая в очередной раз показала, как достичь баланса между графикой, геймплеем и производительностью. И после этого хочется повернуть время вспять, чтобы не видеть всех тех скринов, которые я показывал вам в прошлых выпусках. Ну, что я могу сказать? У меня текут слюни при просмотре этих скринов. Кто там возмущался по поводу графики? Мне очень интересно, что вы скажете теперь? Пишите об этом в комментарии. А вдогонку за предыдущими выпусками у меня тут еще слитая в сеть очередная порция геймплея, теперь в HD 720. Но так как мой выпуск Full HD, то я решил не растягивать картинку, а просто оставить ее в оригинальном разрешении, по центру экрана. И дальше, как и раньше, я буду анализировать и описывать происходящее в процессе игры и делать из этого какие-то выводы. Материала много, поэтому долго не затягиваем и смотрим. Но постойте-ка, это ведь снова те самые спойлеры, поэтому я в очередной раз предупреждаю вас. Если вы не хотите видеть игру до релиза, не смотрите дальше. Остальным, для кого уже ничто не испортит впечатление от игры, кроме крутых сюжетных поворотов, которых в этих видео не будет. Предлагаю приступить к анализу геймплея Fallout 4 вместе со мной. А вот здесь у меня было для вас очень много интересного. Была нарезка геймплея игры и полный анализ всех деталей. Загрузив ролик сегодня утром, я получил предупреждение от YouTube по заявлению Zenimax о нарушении авторских прав. Поэтому мне пришлось удалить все эти материалы и загрузить ролик без этого. Теперь я не буду больше использовать игровой геймплей, который гуляет в сети. Даже если это добросовестное использование. Предупреждение в свою очередь блокирует некоторые функции партнерского канала, поэтому я столкнулся с рядом сложностей. Но это не означает, что я остановлюсь и не буду делать роликов об игре. Но вот делать какие-то ролики, включающие геймплей, и анализ его я, пожалуй, наверное не стану, и мы воздержимся от этого до релиза игры. Так уж и быть, будет для нас уроком. Начинаем с того, что находимся мы где-то на высоких этажах одной из башен в Бостоне. Тут много супермутантов и похоже сюда нас занесло по какому-то заданию. Где-то рядом скулит наш собака. Наш герой находит и подбирает миниган и даже тяжелую броню супермутанта. Не думаю, что мы сможем ее надеть и использовать, но возможно она послужит нам деталями для создания модификаций для какой-нибудь другой брони. Вполне. Тут же есть и большой сундук, в который нам опять же не приходится залезать, чтобы достать оттуда вещи. Малюсенький инвентарь появляется рядом, где мы выбираем что забрать. Внутри сундука крышки, патроны, штурмовая винтовка и какая-то рейдерская броня. И наш герой решает забрать все это и правильно делает. Зря поднимался в такую вышь что ли? Дальше, я так понимаю, мы видим станок, где можно модифицировать оружие. И вот судя с инвентаря, получается, что и тяжелую броню супермутанта мы все же сможем надеть на себя. Посмотрите на список разнообразного оружия и брони, а также и прочих предметов в вашем пип-бое. Дальше игрок обнаруживает клетку, где мы встречаем некого Рекса Гудмана. И тут внезапно за ним появляется супермутант, который говорит, что его братья в курсе, что башни атаковали люди и скоро будут здесь. И похоже, что он дружелюбен. Немного смущает варианты ответа в диалоге, кажется, придется задумываться, как ответить, потому что мы выбираем лишь короткую фразу, а из нее, как мы знаем по системе диалогов той же Mass Effect, может последовать предложение, которое не совсем устроит нас в качестве ответа. Супермутант Крепыш уверяет, что он не причинит вреда главному герою, если тот поможет сбежать ему и Рексу. Кстати, Рекс звучит как имя пса. В Нью-Вегас у нас был такой четвероногий друг, если помните. Этот человек, похоже, учит чему-то Крепыша. Тот, в свою очередь, пытается понять секрет человеческой силы, и для этого ему нужно молоко. В общем, открываем клетку, выпускаем этих двух на волю. И, похоже, на время следующей прогулки эти два персонажа будут плестись за нами. Могут ли они стать нашими постоянными спутниками, пока непонятно. В следующей части видео внезапно появляется наш песик, не справляется с управлением и улетает вниз, пока мы долбим супермутантов из лазерной винтовки. Но не переживайте, с псом ничего не случится, ведь у него просто есть суперспособности. Помните, он даже огнестойкий. Оттуда сверху, кстати, открывается очень красивый пейзаж на всю окрестность и пустоши. Обратите внимание на мокрый эффект поверх предметов и оружия у главного героя. А вот тут, судя по реакции супермутантов, на наши атаки и не скажешь, что они отличаются каким-то особым умом и сообразительностью. Раньше я как-то боялся, если вдруг здоровенный супермутант подкрадется ко мне сзади. Тут же все как-то проще, что ли. По крайней мере, точно видно, что главный герой не чувствует процесс, а просто играет и все. Как только мы садимся в подъемник, можно посмотреть на горизонт. И тут... Что вы увидели? А я увидел почти точно такой же вид, который постоянно наблюдал Скайрим, забравшись на оговорок. Тут, конечно, свои достопримечательности. Мир большой и плохая прорисовка не даст нагрузить вашу ГПУ. Блин, пес опять сигнал вниз. Вот нравится ему и все тут. Честно, признаться мне как человеку, который жутко страшится ощущение опасности упасть вниз с высоты, тяжело будет переживать подобные моменты. Рядом с нами супермутант Крепыш и тот же дядька Рекс Гудман, которых мы освободили ранее. Блин, я кажется говорил вам, что сюжетных спойлеров тут не будет, но возможно сейчас это один из них. Пусть и незначительный, но все же башня в центре Бостона, я полагаю, также ключевой момент. Красиво, кстати, запустили в нас бутылку с коктейлем. Эффектно выглядит. Потому что происходит дальше, понимаешь, что реакция супермутантов на вашу ходьбу оставляет желать лучшего. Но возможно это и потому, что у главного героя хорошо прокачана ловкость. А вот наши спутники не особо спешат помочь нам в бою. Музыка в игре, кстати, в духе Fallout и решает вопросы динамичности в процессе. Вот, кстати, как я говорил ранее, видно как игрок выбирает избранные вещи, чтобы потом открыть их в быстром доступе. Это удобно. А наш герой теперь, как слышите, иногда монотонно стонет от получаемого урона. И вот эффектная смерть. Ух. Экраны загрузок все также подобно тем, что были в Скайриме. Почти что точные аналоги только версии Fallout. Тут у нас лого загрузки, демонстрация какой-то модели, которую можно вертеть, отображение урона, а также советы или комментарии. Немножко долго происходит загрузка сохранения. Стой! Ну ты! Опять он улетел вниз! Ой, все. Дальше ничего особенно интересного не происходит, поэтому переходим к следующему ролику. Тут уже другая атмосфера. В одном из прошлых роликов меня спрашивали, будет ли в игре подземный метро. На что мне нечего было ответить. Но теперь мы можем точно убедиться в том, что разработчики старались соответствовать реальной карте Бостона и сделали мрачные тоннели метро и в игре. И тут мы по традиции сталкиваемся с дикими гулями и выжигаем их с помощью огнемета. Огнемет, кстати, похоже, собран самим героем на станке модификации и, как видно, он очень эффективен. Эффекты горения смотрятся довольно хорошо. Пройдя по коридору, обнаруживаем шуловую ловушку из банок. Похоже, как и раньше, мы можем обезвредить ее, разобрав и при этом оставив все банки себе, которые, в свою очередь, пригодятся нам в будущем для создания чего-либо. Слышен человеческий голос, и этот кто-то все-таки услышал нас. Судя по броне этого парня, он точно имеет отношение к Братству Стали. Так и не ясно, что он тут делает, но все это навеивает мне очередной кваст. У него есть друг гуль, а Братство не одобряет такой дружбы. По их мнению, все гули должны умереть. С разговора становится понятно, что парень присоединился к Братству Стали два года назад, и теперь он явно не разделяет их некоторых мнений. Во время атаки на аэропорт, он убил много гулей, действуя по приказу руководства, и, похоже, теперь его гложет чувство вины. Опять же, все это очередной спойлер одному из квестов игры, косвенно связанный с Братством Стали, и судя по упоминанию об Аэропорте, мы знаем, что он присутствует в игре, и знаем, что это база Братства. Но каким большим будет сам аэропорт, пока что остается загадкой. В любом случае, наш герой решает убить парня, отсюда можно предположить, что попали мы сюда именно по квесту одного из представителей Братства, и задачей было уничтожить гули и ликвидировать дезертира. Я полагаю, это одно из заданий на лояльность, в случае, если вы хотите примкнуть к этой фракции. После убийства игрок перезагружает быстрое сохранение. И я прекрасно понимаю, для чего он это делает. Так делали многие из нас при прохождении прошлых частей игры серии Fallout, чтобы узнать последствия наших действий тогда, когда нам очень важно каждое событие, и мы переживаем за мораль принятых решений. Ведь здесь нам опять, как и много раз до этого, придется вмешиваться в жизнь людей и решать судьбу многих. Тяжело нести такое бремя. Но за это мы и любим Fallout. Впервые в истории вселенной Fallout ваш герой заговорит. Ни для кого уже не секрет, что разработчики озвучили персонажей, за которых нам придется отвечать в игре очень долгое время. Было озвучено немыслимое количество диалогов и реплик, что заслуживает особого внимания и уважения. К сожалению, русской локализации игры мы с вами не увидим, что довольно печально. Ведь по озвучке Скайрима можно судить, что разработчики вполне могли договориться и сделать локализацию на более понятный нам язык. Лично мое мнение, Скайрим звучал круче именно на русском, нежели в оригинале. Разработчики нашли актеров, которые потратили очень много времени на то, чтобы озвучить наших персонажей на язык, который большинство из нас будет понимать только по русским субтитрам. Так, после многочисленных прослушиваний команда выбрала Брайана Дилейни и Кортни Тейлор из Лос-Анджелеса. Работая вместе с БССД Блинлайт Студиос и звукорежиссером Калалом Богдановым, Дилейн и Тейлор за почти два с половиной года записали более 13 тысяч реплик на каждого. Представьте себе этот объем работы и напряжение на их голосовые связки, когда мой голос устает уже после записи озвучки всего нескольких таких вот выпусков. Колоссальная работа. О музыке игры говорить особо нечего. Ее надо слушать. Саундтрек Fallout 4 писал все тот же Инон Зур, у которого отлично получается передать всю атмосферу пустоши в своих композициях. Это один из немногих композиторов, которые тонко прочувствовали повседенную атмосферу и для ее передачи бегали по дворам с охотой на необычные звуки, которые позже подвергались процессу обработки и каким-то образом использовались в создании музыки для игры. Я сам иногда пишу музыку в схожем стиле и поэтому хорошо осознаю всю сложности и объем работы. Возможно когда-нибудь я также стану композитором какой-нибудь постапокалиптической атмосферы, а пока слушайте две доступные композиции из игры в плейлисте Fallout 4 на моем канале. И еще одна маленькая новость, которая говорит о том, что Fallout скоро будет везде. Так, бессы заключили небольшое партнерство создателями эксклюзивного для Xbox One гоночного симулятора Forza Motorsport 6. В итоге появятся две машины из вселенной Fallout и уже сейчас игроки Xbox One могут прокатиться на старом Форде 56 года, который был поистине настоящим автомобилем, а также и на ретро-футуристическом суперкаре Chryslus Rocket 69 2077 года. Вот так все просто. Жаль только, что это эксклюзив Xbox. А теперь я покажу вам еще несколько скринов, с которых можно узнать об очередных деталях игры. К примеру то, что в меню настроек игры мы действительно сможем выбрать абсолютно любой цвет интерфейса. Или вот вам демонстрация процесса взлома замка, который особо далеко не ушел от Fallout 3. Как и раньше, сможем спать и скорее всего точно так же и ждать нужного времени суток. А вот то самое меню избранных предметов для быстрого доступа. В общем, как видите, в игре масса всего и нам уж точно скучать не придется. На этом мы, пожалуй, и закончим. Я понимаю, очень не хотелось бы знать все это до того, как мы сами начнем прохождение, но так уж случилось, что материалы уже попали в сеть, а нам уже не терпится поиграть. В любом случае, до выхода Fallout 4 осталось совсем чуть-чуть, а я продолжаю собирать для вас интересные материалы, о которых мы поговорим в следующих выпусках. С вами был Волткрай, и мы ждем Fallout 4 вместе.